наверное лучше вот так вообще лепить может сбоку смотря как сложить поставить если торцы ну они скорее всего вот так вот и будут сейчас там на складе и при принимать вот так же наверно них и уложит надо было сделать что видно было когда они все сложат либо с торца вот так вот наверно с торцов лучше да будет видно вот так вот вот это нельзя прятать они же размеры так а там все какая разница это вообще не важно рулетка если была бы пара рам пара рам пара рам пара армянской радио и так дорогие друзья всем здравствуйте на сегодня приветствуем канал crazy max and трусики и буси и бусики вот это конечно просто гениально о бусики они в курсе друзья андрей занимается трусиками и бусиками и тот он был на интервью о котором мы раз позже поговорим на канале света вокруг света это мандарчук там ты сказал то фразу я раньше не слышно но это не не новая фраза трусики и бусики андрей занимается трусиками везем или секору щеков едут бусиков нет но мне подарили зацепился православный классные серебро но мы не об этом сейчас мы все-таки о трусиках я бусик ну во первых мы едем что последнее время жизнь моя крутится вокруг чехова во первых подруге съездил месяц назад во вторых я машину ставил на учет получал птс электронный там чеха и туда и сейчас опять трусики мы везем в чех трусики чех вот расскажи пожалуйста что за трусики трусики понятные кризисе наверное вы знаете что у нас бренд мужского нижнего белья хомины хомины я считаю что трусики конечно лидирует по всем тем позициям которые вы занимаетесь да как-то оно пошло и уже сколько сколько лет кстати три года уже как оно пошло работает я не могу сказать что мало все объем продаж небольшой то есть мы только же через запрещенную соцсети продаем сайт вам нужно сайт сайт вот будем делать и telegram программ сказал что у тебя есть на такой вообще никакой сайт нужно обязательно вот почему я сайта я уже дизайн сайта разработал графически все отрисовал механику всю продумал осталось только воплотить это уже давно все сделано знаешь просто почему потому что мы начали в чем проблема была потому что мы добавили бусики это даша делает украшение за они сейчас по модному чокеры чокеры это и браслеты и сюда это сочетание цепочки с разными видами жемчуга с черным с белым серым ну там разные есть барочный жемчуг там неровный есть ровный круглый сферический там разные жемчуг я сюда поставляю как модно вот это просто дашь на самом деле начала и мы решили это тоже как бы под брендом помина и под своим и реализовывать и когда мы подумали что почему бы тогда я же еще одежду начал делать вот тоже кстати и ну там костюм спустили первые и тогда сайт получается весь можно перекраивать и делал защиту потому что ну как вот получается там же нужно сайт будет переделывать потому что карточка товар то уже поменяется если для там украшений там размера же нет мл но неважно сайт должен быть все равно потому что он удобный там можно как каталог все посмотреть покрутить заказать тут же купить а в инстаграм запрещенные социальные сети в этой тут видишь как там нельзя неудобно в общем непонятно где чего даже ватсап можно как бы создать рабочий группу такую да вот кто этим должен заниматься подождите вот вы кстати друзья выдавать мы не с того начали а вот вы сейчас заметили какие-то изменения в андрея у тебя даже знаешь вот туда посмотри у тебя тут целью вот здесь эта вся часть красная вот губы вот но гроза слегка красные потому что обветрились да то что от этого самоката вот давай поподробнее друзья я вчера ты уже в инстаграме заявил перепил да так пасху отметили не знаю вообще на пасху можно выпивать а кто же запретит можно но не так тоже запретит но в общем сидели у подруги у дашиной и так наклюкались караоке пел там уже знаю о том что вот это сегодняшняя поездка запланирована было еще на поездку мы расскажем что за поездка на самом деле в итоге вы напились из меня начал выходить начальник как я его называю когда я напьюсь из меня выходит руководитель начальник босс и шеф ну в итоге мы что-то там с дашей поссорились ну как поссорились повздорили я начал там что-то я уже не помню на самом деле что все началось в итоге я помню что я хлопнул дверью ушел мы были на метро университет я пешком шел с пару километров до дошел до ложников потом взял это знаете электрический самокат и на нем доехал до маяковки чтобы понимали но это считаю на самом деле это много это немало я ехал такими огородами вывести не представляет я проехал по парку горького точно через парку через парк горького и вверх по лестнице карабкал этот самокат там знаешь где проехал где мост вот этот понимаешь а через мост через парк горького потом да я через мост я до стеклянный мост я туда карабкал самокат понял я поднимал его туда поднял туда там проехал вниз потом его спустил и там вот выехал где-то там продолжил там ехать я помню через дворы какие-то я там ехал по садовому ехал да прям по дороге уж там что-то я начал и как я не упал я был пьяный но такой смелый я так на нем хорошо ехал я даже не представляю я просто еще когда его брал я у меня внутренний голос андрей ты же на них я толком на них не катаюсь они как бы достаточно опасные я на полной скорости на нем прямо на прям до полного рычага вот сколько он едет я вот на нем всю дорогу ехал и доехал прям до маяковки а потом выехал знаешь оттуда а по смоленке потом я по и а по садовому все правильно я по смоленке потом вот так вот поднялся и туда до гостиницы пекин и как она там ну на слабо ноге вот это вот и все и я думаю короче доехал есть такая история а сегодня от ответственное мероприятие но как бы я понимаю я сегодня в целом то прям сильно головой работать не должен поэтому я наверно себе позволил выпить лишь к дать и и что мы сегодня везем с максимом я попросил как друг от русских товарища помочь мне с доставкой наших трусиков на marketplace золотой яблоко кто знает это получается это парфюмерный наверное на парфюмерные такой marketplace у них есть и магазины вот такой бренд этот золотое яблоко языка дириму очень популярные местечко вот и сюда туда в общем идем мы мы там будем реализовывать трусы продавать чтобы вы могли покупать теперь легко тут сайта нет но зато теперь будет уже на яблоко трясется мост да и вот мы короче везем с долгопрудного в чехе кстати через всю москву и в мой любимый чехов родной чтобы на склад отвезти трусики причем везем небольшое количество всего 150 штук но это как говорится пилотная версия проба сейчас мы посмотрим сколько они могут вот за сколько по времени они продадут эти 150 штук по сути marketplace огромный и трафик там очень тоже живой большой вот вы не пытаетесь там озон в адрес чем это нужно это убьет бренд да посмотри на самом деле все хорошие бренды не представлены на этих площадках которые ты назвал на озонного адрес почему они 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 а не а да они открывают на самом деле все бренды они потом дальше откроют магазины свои они не представлены marketplace ах ну у них есть может быть сайт свой да потому что минус marketplace а во первых в том что там много очень трусов по 500 по 300 рублей и в целом marketplace и вот эти вот все озоны в адрес они так и более рынок такие они это чертизон чертизон ехал ехал туда на самом деле там есть они про вещи говорю много полезно много полезных вещей много там что можно интересного купить я ничего не говорю я сам там покупаю но если мне нужны там трусы или одежда я там никогда не куплю я тоже не прямо как можно покупать такие вещи там есть вещи но там вот спортивный например костюм или трусы они там стоят трусы стоит 200-300 рублей там и а у меня трусы стоит две с половиной тысячи потому что у меня другой сегмент у меня не эконом трусы какие-то там труселя там а это действительно у меня качество это же на этом бусики-бусики а это трусики-бусики качественное белье и туда люди не заходят за за этим ноги антра не зашел бы туда искать себе трусы или вот даже мысли не даже костюм спортивный я как-то покупал с в адрес это было такое где он конечно стоил там чуть 33-5 тысяч это хренька которая до первой стирки там что-то можно купить себе купить приглянуть приглянуть и там но вот там не важен бренд там важно чтобы копейки стоило вот люди там ищут там критерии выбора что дешевле как на рынке то есть как бы там скидка важно там важна цена удобная шоу и доставка да вот это все а качество там неважно и поэтому очень сложный человек как убедить на в адрес ну там прикольно люди оставляют отзывы всегда можно видео посмотреть какой-то люди показ да можно да ну просто я уверен в том что это во первых не будет хорошо продаваться а вот а мне геморроя добавят в работу и заморочки всякие еще и минус большой в том что может мы слышали вы что в адрес озон у них есть такая особенность что люди вещи когда померяют они могут держать и в таком она виде приходит знаешь она же потом не возвращается обратно а эта вещь она путешествует и уходит дальше другому покупателю при если ты взял рубашку вот это примерил прямо в пункте мальберис я на тебе не понравилось ты и отдаешь куском как есть да она вот так же приходит другому покупателю я когда ее получаю ее так и читаю там хомена я думаю что такое за бренд что они там все так вот у них мята а это не бренд виноват а еще и грязные бывают и знаешь они там ты видел эти примерочные люди же когда меряют они там могут и ногами наступить зимой и испачкать и порвать даже могут и есть случаи когда люди особенно сейчас вы почистилась знаете почему сдают рваные вещи испорченные потому что в адрес сделали такую фишку что возврат теперь стоит 100 рублей по моему нам же стал скандал но если вещь с браком ты ее можешь вернуть бесплатно поэтому люди покупают футбол несколько футболок например 10 штук там или каких-то там они от примерили там три цвета и все что им не понравилось они рвут делать какой-то сами брак там примерочный и возвращают чтобы не платить 100 рублей ну чё мы говорим люди вон себе чего позволяют в ю тубе какие комментарии ужасные оставлять злые и пакостные к этому тоже рамяда ничего уж говорить что люди так так говнячат на самом деле брендом и другим людям труд других людей не ценят и могут вот так вот какую-то одежду заказал померил наступил на не убрать ногами простите и потом отдают и люди может быть не знаю что это потом не возвращается компании и бренду чтобы мы это все заново сложили это это на склад и также об другом покупателя потом другой покупатель получает это рваная мята и вот в таком вот виде и говорит а что это за бренд и у него соответственно уже мнение в этом бренде испорченные репутации поэтому я говорю что эти marketplace и вот эти убивают бренд хорошо следующая тема давай затронем твое ошеломляющее так сказать нет не ошеломляющее твое интересное интервью на канале вокруг света но к сожалению не свете бандарчук хотелось бы жалко жалко очень но я вам сразу свое мнение скажу мне на самом деле было интересно я тебе про даже комплимент скажу как ты выглядишь как ты говорила ты конечно приверженец и любитель вот этого кубнического стиля я тебе всегда говорил что пола лакоста вот эта вся тематика то михал фигер там как же тебе это идет это просто ты придешь к этому с возраста ряду придешь я понимаю я приду просто знаешь сейчас не хочу еще это еще больше насладиться гоп стилем хочу еще молодежно насладиться потому что уже будет поздно ну как потом уже будет смотреть к нам такой дедуля в таких тинейджерских да поэтому я сейчас пока еще все-таки чувствую себя молодым я вот хочу оверсайз я хочу это все такое тинейджер вроде бы ничего особенного обычно какая-то роза роза розовый свитерок пола просто и маму не бойко красиво тебе всегда жених а если костюм какой-нибудь жених жених и прям жених ну и как ты говорил на самом деле это прям вообще я тебя никогда не видел в интервью кроме у наших но я не считаю что у меня это это у нас такой душевные разговоры всегда поэтому как ты говорил и мне понравилось потому что вопросы были интересны несмотря на то что ты говоришь что это вопросы одни и те же промодельные бизнес всегда как начинал с чего начинал сколько зарабатывал где больше всего заработал какой гонорар как как встречают там везде эти фирмы мне это было интересно честно раньше не видел других но они не спрашивали как встречать фирмы не думал там вопросы были ты начал рассказал в том-то и дело я на заполнял на самом деле я он наполнял эфир они прислали мне вопросы заранее но эти честно скажу я не готовился вообще то есть я я сейчас до такой свой мысль свое мнение об этом туре главный минус это минус не твой я уже тебе сказал по телефону что когда ты когда они спрашивали про какого-то и делали параллель с каким-то моделью какой-то там дизайнером они делали сноску имя кто это такой но никогда не прикладывали фото а это как бы в профессиональных ну можно сказать журналистике youtube всегда так делают это всегда интересно кто такой посмотреть с кем тебя сравнивают кем ты там что-то делаешь ни одной фотографии не одной твоей фотографии с подиума ни одной твоей профессиональной фотосессии ты сидишь людям интересно посмотреть но и те люди когда не знаю до который вообще не знают ну да я там выгляжу хорошо но никто не видит в деле оба или в деле ни одной фотографии ни одной вставки видео как ты по подиуму это было бы намного интересного много интересней не знаю почему видимо их свой какое-то видение но я считаю что это неправильно может быть в подкастах это типа не вставляют вставляют подкастах видел я много раз просто сноску про кто-то такой ну короче свете стоит над этим поработать честно скажем ну я думаю что света как бы с опытом большие но она читает все это я думаю а еще мне было приятно что очень много комментариев мы знаем захарова по видео к раздима кстати очень много очень кажется десяток даже даже больше люди пишут что знают меня от максима и значит твои потыщики общие наши общие уже наша как это мы говорим это система наша система уже перекочевала ну а теперь ты его скажешь что ты думаешь что тебе понравилось что не понравилось может какие-то вопросы не понравились лишь мне не хватило тебя чтобы еще спросили знаете на самом же деле там было больше на самом деле рассказано вырезали да и некоторые фразы оборванные и это немножко может даже видно если кто-то посмотрит потом заметит немножко там вот есть раз оборванные уже начинается например другая рубрика или другой вопрос то есть это всегда так да но тайминг да тайминг есть но знаете такая ну даже сейчас мы смотри с тобой разговариваем я только сейчас во время разговора дохожу до того до ответа что я хочу сказать сейчас то есть не четко вот так отвечаю и только бывает так что в самом конце твоего диалога ты раскрыл тему понимаешь и когда вот так вот отрезают и как раз таки хвост в конце бывает что там какая-то была какой-то изюм был и вот в некоторых моментах изюм отрезали вот это первое второе конечно и и самое наверное главное давайте начну с самому главному что мне категорически не понравилось что света не было ну а давай чем с того а должна ли она была быть этого тоже большой вопрос должна была или нет потому что возможно это новый формат которым она вообще больше не будет а это было такое же такая тематика была внешне смотри у них да у них была ли эта тематика и у них был белок но у них был пилотный выпуск со мной на самом деле это первый выпуск сейчас не выпустили у них была пилотная версия смуз не вышла на и до пилотная версия вышла на нового вышла не помню не знаю он набрала там у своего мужа у сергея интервью вот и я думаю что она будет у меня брать интервью а когда даша договаривалась просто даша мне помогала это даша как бы все это организовал я попросил ее я вообще хотел на канал к свете свет вокруг света чтобы как-то вот какое-то такое в итоге света сказала что но я не так не нас не надо не настолько медийный что она тебе будет у меня брать интервью как я понял это так не только не из-за того что они не по каким-то личным причинам вы поймите тоже правильно я тоже понимаю она говорит что она не продаст рекламную интеграцию всяких компаниям да то есть понимаете если она берет интервью там какого-нибудь дмитрия нагиева или там какого-нибудь лобковского у людей которых много миллионная аудитория им любой бренд ей даст деньги для того чтобы она вставила рекламную интеграцию чтобы потому что этот человек это просмотры это просмотры так далее сейчас просмотр смотрел 60 что ли тысяч ну вот но я думаю если бы она вела конечно было просмотров гораздо больше даже на аватарке ставишься вот если я уже по себе знаю если она аватарке ставлю какого-то человека который в моем видео снимался и не вставлю себя просмотры сразу другие если оставлю себя и кого-то еще это уже другое люди потому что это мой канал люди смотрят меня меня хотят смотреть видит посторонних людей редко вообще я считаю что немножко ее аудитория права я читал там комментарии что люди говорят где же света мы пришли к тебе на канал и я действительно считаю что в этом плане немного она ну некрасиво как бы тоже некрасиво поступила на кого вводит новую рубрику возможно возможно конечно света вводит новую рубрику и она там не будет участвовать да как бы сама вести но я считаю поскольку это на ее канале находится должна быть какая-то в начале подводка тогда записано все равно она выступает говорит что я за я бы даже какие-то вставки с тобой где-то прошлись погулялись просто пообщались да 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 вот этого вообще всего нет и я считаю что это перед подписчиками не совсем честно знаешь почему важно было об этом рассказать что будет снова да 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 я считаю не совсем честно с подписчиками потому что их тоже можно понять это знаешь как вот я говорю вот представляете вас пригласил тут я пригласил вас на мероприятие на какой-то день рождения ну и просто на мероприятие приходите все я там буду вы все приходите на меня там нет то есть я приглашаю вам к себе домой а меня там нет да и кроме того заметьте рекламная интеграция там стоит реклама там крутится то есть люди привлечены им рекламу продали показали денег заработали но чтобы соответствующую рекламу а света не было саму автора канала поэтому как бы подписчиков тоже можно понять если я просто знаешь если бы я заранее знал что света не будет я не знал что этот канал не этих двух девочек я думаю что это их тогда канал когда выйдет комментарий к что народ негодует а кто эти девочки ведущие где света и немножко сам на самом деле так удивился и думаю почему затем они об этом не уведомили для тех кто друзья не видел это видео ссылочку оставлю посмотрите интервью часовое очень интересно несмотря на то что света не было интересно на самом деле интересно и я считаю что я выкинул хорошая я считаю что я выкинул интервью я еще подруг не я не то что святом как хвастаю и это кому-то скучно может быть кому-то там еще что-то я бы я скажу почему я так считаю потому что вопросы эти я уже слышу десятый раз все задают одни и те же вопросы ну понятная модель ну какие мне еще вопросы можно задать сколько зарабатывают модели как это все происходит вот и т.д. и т.п. и ну понимаешь на них можно ответить как энциклопедия просто вот так то так то бла 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 а я постарался историй при я из его ри я юмор приводил я смеялся я на самую иронию там какую-то включал я над собой смеялся как-то я ну как-то хотел сделать это на самом деле интересным если честно интересно мне в плане даже истории как это а в интересном плане как слушать что было людям интересно чтобы это было не не дурацко как-то смешно чуть-чуть не знаю вот и поэтому я не знаю какие будут следующие выпуски вот интересно даже посмотреть следующих героев как они себя будут вести вообще что из этого полгеро из этой рубрики такой ну да как дальше будет а это будет именно все про модели или заборнее вообще не не про модели разные люди это как бы идея передачи как я понимаю это не известные но всякие классные люди вот как бы не знаю за интересный которые как бы бэк стэйдж вечно не называются люди которые как бы где-то закулись за кулисами находится всегда их взяты стоит за бульки не за поле сми я просто не тик токер не блоки кулистами это я всю жизнь Бэкстенджи снимал Я просто говорю, не тиктокер, не блогер И достаточно Ну, не имею такой большой охват Известность, какую мог бы Вот Потому что не занимаюсь этим, скажем так Своей раскруткой, не веду блоги Опять-таки, не ютуб даже У меня там есть какой-то ютуб, но я его не веду За мной интересно, молодец Так, ладно Что-то тебе еще хочешь добавить? Что добавить? Да, она немножко облилась Все-таки похмелье сказывается Это Что хотел сказать? Еще Да ничего, наверное Включим следа уже мы в Чехове Покажем Покажем Чехов и в склад покажем Вообще интересно, что это за склад, как это выглядит Чтобы у нас было видео-доказательства Да Все Каневест Документы А цвет, цвет умоляю Приехали мы, короче, друзья На склады В Чеховском районе Тут все серьезно Такой рхм-логистик, что мама дорогая Все Все Как это Все серьезно Все серьезно Все серьезно Они, кстати, не пускают людей с похмелья Ты в курсе? Не дыши Так, друзья Говорят, снимать нельзя Но вот быстренько мы склад разгрузили Все Ага Быстренько уходим Андрей переоделся в оранжевую одежду рабочую В робу В робу До коммента Сейчас быстренько отнесет И уезжаем Мы тут не такие на модной машине В основном здесь газели Но перед нами Вот Toyota Camry была Груженая Просто Вот она же прям просела Дно Чем груженая, не знаю Вот парень идет, кстати Тоже каким-то товаром Ну вообще серьезная организация Такие тут прям склады В общем прикольно Так, ну друзья Раз мы, может, оказались Вот в родных краях Собственно, мой родной город Чехов Я уже много раз говорил И вот, кстати Здесь едешь по трассе Чехов Это налево Я хоть там и родился Но жил я Направо В Аллачково Вот оно То самое Аллачково Это мы уже возвращаемся В сторону Москвы Если ехать Сейчас мы туда-то, кстати, доедем Но я не знаю Там, конечно Снимать нечего Показывать нечего Потому что мы не заедем Это военный городок Мы просто Посмотреть на ворота А не интересно Как изменилось КПП Здесь все Вот тут на автобусах Входят в Москву Сюда приходят КПП Для садятся Из городка И едут Чехов В Москву А это какой-то новый дом Прям свеженький Построенный Пропуск И документ